Всем привет! Это приговор пустым баночкам, ну или иначе куплю, еще больше не куплю. Название я сменила только потому, что почему-то мое название видео начали брать другие люди, ничего своего придумать не могут, но мне кажется, что можно будет в следующий раз уже обратно поменять, потому что поменяли тоже, как мне кажется. Вот, если что-то замечали, напишите, мне даже интересно будет, вы видите это или не видите. Так, я сейчас вот так настрою кадр и поехали. Это все, что у меня закончилось в феврале 2023 года. И начнем с того, что прям сверху лежит, это средство для чистки духовок и плит, у меня с ароматом мяты, у нас еще бывает с апельсином, и его я использовала для очистки труб, точнее для профилактики. Я периодически заливаю сливы, раковин и ванны, и душевой кабины, в общем, заливаю везде, куда можно залить, куда сливается вода, для того, чтобы растворить, во-первых, жир, который там накапливается, во-вторых, волосы, это средство прекрасно растворяет, и для того, чтобы, конечно же, у меня не было никаких засоров, примерно раз в 3-4 месяца, небольшое количество, на ночь, для того, чтобы это все там поработало, и предварительно спускаю в горячую воду, чтобы разогреть, потому что если там была ледяная вода, то, конечно, там все застывшее и распаренное удаляется лучше. Так, что у меня дальше? Ну, они не закончились, но я запустила в использование колготки, это 20D, ношу их, ну, либо самостоятельно, либо сейчас я ношу колготки под брюки, и это синего цвета колготки, я их показывала в распаковке, я их сразу же достала и начала использовать, размер XS. Почему беру? Потому что синие дешевле всех, и под брюки совершенно не жалко их носить, и я их ношу, естественно, тогда, когда я знаю, что не буду развиваться, потому что из-под черных брюк, синие колготки тоже так себе картинка, вот, поэтому можете этот цвет использовать, можете, конечно, и носить их, они прекрасно, очень красиво смотрятся, шелковистые, ну, посмотрите о них мой отзыв в распаковке. Так, теперь у меня тут несколько баночек, вижу, БАДов лежит сверху, ну, и давайте, закончился Ньютоник, пока его повторять не буду, но вообще рекомендую вам. Сейчас начинается время, когда дети готовятся к ЕГЭ, КОГЭ, просто к каким-то ВПР, и всегда напуганы, всегда боятся, что что-то не сдадут, что-то забудут, так что можете, вообще с 18 лет все наши БАДы работают, но если вы смелая мама, почитайте состав, здесь ничего, никаких превышенных лошадиных дозировок здесь нет, и все для того, чтобы работал мозг, чтобы он подпитывался и проще все запоминалось, не было стрессов, ну, и помогает, естественно, и взрослым. Ну, две капсулы в день, не капсулы, там таблетки жевательных можно разжевать, а деткам, мне кажется, можно одну в день, ну, все зависит от веса ребенка, потому что если он уже 40-50 килограммов, то можно, наверное, и взрослую дозировку дать, ну, а если ребенок еще маленький, то может быть и половинку, а может быть и целую. Ну, тут сами решайте, я не настаиваю, я просто говорю, что своим детям я даю. Теперь, закончилась омега-3 форты, естественно, буду повторять, у меня на самом деле уже сейчас баночка в использовании, здесь 60 капсул, и в этих 60 капсулах, нет, в двух капсулах этой омеги содержится суточная дозировка омеги для обычного стандартного человека, не ведущего активный образ жизни. И поэтому я принимаю именно эту омегу, а не какие сочетания. Плюс ко всему, да, я еще читала, что омега-6 и 9 содержатся в пищевых продуктах, а омега-3 она не содержится, ну, только в рыбе, например, там, в льняном масле. Этих продуктов у меня нет в рационе, я это не люблю, поэтому, да, мне приходится пить. Ну, курс у меня примерно 2-3 месяца, потом я перестаю пить, и, конечно же, я куплю еще омега, у нас есть в таком виде. Есть, кстати, омега, по-моему, в Биоси, а вот в чистоте, девчонки, не знаю, еще не изучала эти БАДы. Гипотофорты тоже сейчас пью курсом, это была баночка первого курса, первого месяца, и теперь у меня в использовании еще одна, здесь 60 капсул, тоже по 2 капсулы в день. Вот таким курсом 2 месяца я пропью для того, чтобы поддержать печень. Так, закончилась пенка Риноваш, и это, конечно, у меня всегда в разряде куплю еще, и приговор мой таков, что эта пенка для меня самая лучшая из мыльных в каталоге. У нас есть еще не мыльная пенка из линейки Аксиологи, она просто совершенно по-другому лежит на лице, вот, но вот эту я люблю больше всего, во-первых, за ее красивый вид, и за то, что она не сушит кожу, и очень-очень приятно пахнет. Пятерка есть плюсом, вам тоже рекомендую. Так, закончилась, это, между прочим, не закончилась, это, между прочим, в пустые баночки попал, а, эта дочка так сделала, она новый, новый тональный крем вынула из упаковки, и в упаковку положила тот, который закончился. Это тональный крем балансирующий, он с маслом чайного дерева, то есть он не будет вам мотировать, даже не надеетесь, он не мотирующий, он именно балансирующий, он балансирует выделение кожного сала за счет действия чайного дерева. Естественно, у него соответствующий аромат, тоже имейте это в виду. Здесь 30 миллилитров, и сейчас я вижу в каталоге приходят тюбики другие, они не такие длинные и вытянутые, а наоборот широкие и коротенькие, так что не удивляйтесь, если вам придет другой. У меня оттенок 3 шестерки двойка, и вот он, кстати, подходит для очень-очень бледнолицых. Сначала ты его наносишь на кожу, он кажется каким-то очень темным, и совершенно непривлекательным, вот у меня тут синяк, между прочим. Вот, и когда ты его разносишь по лицу, он настолько хорошо подстраивается под тон кожи, что у моя совершенно белокожая дочка, она, вот ей только он подходит. Все остальные ей то рыжие, то розовые, а вот этот идеально подходит, и мы его берем уже не первый раз. Так, ну, дезодорант вот такой закончился, его больше нет смысла показывать мне, рассказывать о нем, нет, я его просто уберу, просто знаете, что был у меня в использовании и закончился. Вот это эсвицин, это не фаберлик, это то, что я использовала на корни, не на корни, а на кожу головы в прикорневой зоне, естественно, для того, чтобы у меня не выпадали волосы. Я тогда купила по совету, много было разных советов, и я купила много разных средств, была в полнейшем отчаянии, то есть мне каталожных не хватило, хотя я ни одно не использовала от и до. Вот, но теперь я начинаю использовать все, что я тогда понакупила, и эсвицин закончился. У него здесь нет спрея, вроде как он бывает здесь со спреем, но я перелила в обычный наш из-под, ну, вот такой же наш перелила, только, только что, только из-под кислородного спрея, активного спрея. Вот, ну, раз уж эту баночку взяла, слушайте, там чуть-чуть осталось, я из нее не выбрызгивалась. Верну ее, верну ее обратно, чуть-чуть есть там еще средства, только сейчас обнаружилось. Это универсальный спрей-пятновый водитель, вот мы как раз с подругой своей общались, она говорит, слушай, мне нужен порошок, который прям и манжетики, и воротнички, вот не каждый отстирывает, я говорю, так не каждый, и, конечно, вообще всю жизнь застирывали руками с помощью хозяйственного мыла, но сейчас этого делать совершенно не нужно, пожалуйста, бери вот такой спрей, пшик-пшик-пшик, готово, все в стиралку закинуло, у тебя выходит все чистое. Ну, вот у меня этот спрей прекрасно справляется со школьными загрязнениями, которые можно приравнять, мне кажется, к шахтерским, потому что рубашки невероятно грязные после школы, парты, видимо, совсем тут вот просто что творится, я полностью рукав вот в этом месте брызгаю этим спреем, ну и плюс ко всему, кто носит белые носочки, тоже он очень даже пригодится. Так, а вот такой дезодорант есть у нас в каталоге, и я его использую с удовольствием, это мужской барберлаб, но меня это совершенно не смущает, мне нравится его крупный шарик, мне нравится, как он держит, ну и мне нравится аромат, тоже мне, кстати, очень даже нравится, я рекомендую и куплю еще и пользуюсь сейчас, между прочим, тоже. Так, это я вижу, что дочка мне принесла такую баночку, крем из линейки Love с ланолином, это увлажняющий крем, есть еще питательный, здесь 50 мл, и он очень бюджетный, но он очень классно увлажняет, если не нужны больше никакие эффекты, не хотите никаких пептидов, там еще чего-то, можно попробовать такой крем, и вы получите большое удовольствие и от аромата, и от текстуры, и даже не смотрите на то, что у него низкая цена, наоборот, радуйтесь, что за такие деньги можно купить классный крем. Закончился кислородный бальзам, это в этот раз, видимо, дочь перешла у меня на малофтелин, и кислородный бальзам даже не разрезан, обратите внимание. Ну, я не знаю, с чем это связано, почему сейчас ей малофтелин нравится больше, но мне без разницы, на самом деле, я что один, что другой заказываю, но разница по действию у них, конечно же, есть, малофтелин – это масляная смесь очень каких-то активных ингредиентов, здесь основной компонент – это кислород или новофтем, компонент, который создан на основе перфторана, почитайте, это голубая кровь, так называемая, которая была создана советскими учеными еще в 1980 году для того, чтобы использовать в качестве заменителя крови в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, и вот эта технология, которая переносит и частички кислорода, и все активные вещества, была куплена компанией Фаберлик, запатентована, и сейчас эксклюзивно используется, больше ни у кого нет такого права создавать такую косметику, и используется для того, чтобы все наши кремы работали глубже, работали эффективнее, поэтому самые недорогие кремы в компании Фаберлик имеют эффект. Посмотрите видео, всегда есть в описании, я эту тему раскрывала более подробно, про кислород в косметике Фаберлик, посмотрите его истоки, откуда он вообще появился, и как это все работает, я прям там много-много всего перелопатила и это видео подготовила. Следующее, да, ну вот мы видим, как мы любим теперь малофтелин, эта дочка полностью выжимает тюбик, малофтелин я тоже люблю использовать и на какие-то раны, и когда насморк в нос прям закладываю, кто-то в горло закладывает, когда горло болит, на стоматит, допустим, на ваточку положить на стоматит, если во рту есть какие-то язвочки, тоже хорошо заживляет. Наружные это все понятно, конечно, тоже. Универсальное средство, почитайте, вот зайдите в карточку товара, я сейчас попробую отковырять артикул, 70912, и посмотрите, почитайте отзывы, что пишут люди, просто уникальное средство, оно пришло к нам из компании Денос, и вы знаете, вчера буквально мы с подругой когда гуляли, я ей это слово произнесла, она говорит, а я его знаю и очень давно, то есть люди наслышаны уже о малофтелине, еще до того, как я предложила, даже с Фаберлик это не связывают, ну потому что, видимо, он вот всегда был в Деносе, и с их аппаратами физиотерапевтическими очень хорошо сочетается. Так, теперь что у меня закончилось, зубная паста, ну она у меня просто очень долго стояла, и я ее теперь решила выбросить, там можно было еще раза 4, 5, 6 почистить, но она на самом деле очень давно стоит, почему? Потому что у меня в использовании много паст, вот это, конечно, нельзя так, у меня, я не знаю, штук 6 или 7 стоит, и у меня все по настроению, я то одну возьму, то другую, и в итоге ни одна до конца не используется, все теряют свои сроки годности, и это в том числе, в общем, я ее выбрасываю, но паста очень вкусная, она голубого цвета, она, сейчас я попробую вам показать, нет, не попробую, здесь все, на горлышке все засохло, написано, что она со вкусом лаванды, но я не ощущаю, она просто вкусная, она приятно пахнет, освежает полость рта, так что я могу рекомендовать, если она у нас еще есть, по-моему, есть в каталоге. Закончился биотин, вот я его покупала на iHerb, сейчас такой возможности нет, но биотин мы можем, например, в каталоге заказать в составе наших протеиновых коктейлей, белковых коктейлей, протеиновые были спортивные, эти белковые, у них пониже состав самого белка, но там есть биотин в нужном количестве, плюс ко всему у нас появились молекулярные бады для роста ногтей, волос и для улучшения состояния кожи, по-моему, там он тоже есть, так что я даже не расстроилась, я просто при необходимости, если такая еще возникнет, не дай бог, конечно, я воспользуюсь и куплю, скорее всего, в БАДах, потому что коктейль я не очень люблю пить, вот эти большие дозировки мне проще капсулу. Так, ну, тоже уже можно попрощаться с нашими чаями, чая в Family Club у нас заканчивает свое существование, ну, по крайней мере, чаев у нас больше не будет, если у кого-то есть на остатках, берите, это было очень вкусно. Так, что еще? Закончился у меня аромодиффузор, это с ароматом счастья, он припылился, тут в коробке валятся, потому что он у меня самый первый в феврале попал в коробку, вот, и я купила уже новый, я очень люблю наши диффузоры, во-первых, они очень хорошо вписываются в мой интерьер, и даже если он не в коричнево-бежевых тонах, например, у детей в комнате, ну, кремовый цвет присутствует, но там есть еще грязно-розовый, там есть еще зеленый, и все равно все очень красиво смотрится в сочетании. Это, наверное, самый любимый мой аромат из всех, и, наверное, я бы сказала, самый яркий, возможно, я его просто ярче других ощущаю. Заказала с таким же ароматом теперь еще смесь масел, для того, чтобы в аромолампу капать и поджигать свечку. Я вам рекомендую, пробуйте на свой вкус, но рассчитывайте обязательно на объем помещения, если оно большое, то вы, может быть, будете ощущать этот аромат, только возле него находясь. Ну, я думаю, что на 10 квадратных метров вот такой баночки достаточно, когда она у меня стояла в ванной комнате, там еще меньше метраж, и она закрыта, и, конечно, ты туда заходишь, и там очень приятно пахнет, или в туалете, например, да, в туалетной комнате. Но когда помещение, как сейчас, например, я нахожусь здесь, 30 квадратных метров, и нет дверей еще и в коридор, все это сообщается, то, конечно, такого маленького диффузора будет недостаточно. Вот я думаю, что штуки 3, если я поставлю на вот эти сообщающиеся помещения, то тогда будет нормально, а одного, конечно, нет. Поэтому я такие аромодиффузоры поставила, теперь у меня одна баночка стоит в туалете, вторая стоит в ванной, и я наслаждаюсь этими ароматами там. Так, положила в использование мыло Green Karma, оно у меня пролежало с лета прошлого года, потому что твердое мыло у меня расходуется очень мало, очень редко используется, в основном жидкое, гели для душа, и мне нужно, получается, пару кусочков в год. Вот оно с лета пролежало, и вы знаете, я не помню, какой у него был аромат, по-моему, какой-то зеленый такой лесной, и из упаковки он тоже ощущается, но когда его используешь на губку, намыливаешь, нет никакого такого раздражающего, яркого, резкого аромата, и не остается он на коже, ну, может быть, остался, если бы я, конечно, сверху еще каким-то мягким гелем для душа не пользовалась, вот, а мыло у меня просто как базовое такое очищение, а потом я беру ароматный гель для душа, коих у меня тоже несколько штук, и они никогда не заканчиваются, ну, я еще и не всегда всем этим пользуюсь, потому что моя пересушенная, сухая кожа на теле не дает мне просто, оно просит хотя бы просто водичку можно, а все остальное, пожалуйста, не использую, вот так у меня работает мое тело. Так, да, закончилось аромамасло Money Flow, денежный поток, я не из-за того, что денежный поток его использую, хотя я верю во все это, и чудо аромат Элиссар еще никто не опроверг, все говорят, да, я даже, мне даже тут написали, Марина, что творит Элиссар? Я говорю, даже боюсь сейчас тебе рассказать, потому что, потому что если, боюсь сглазить, если расскажу, вдруг кто-то сглазит, вот когда это остановится, тогда, я говорю, остановится тогда, когда, наверное, перестанете пользоваться этим ароматом. Так вот, здесь я такого эффекта не ощущаю, может, потому что Элиссаром я пользуюсь, и непонятно, от чего эффект, но сам аромат у этого масла просто божественный, вы знаете, и оно закончилось самым первым, несмотря на то, что оно было куплено вообще не в первую очередь, и вот, что здесь, бергамот, это цитрусовая нота, сладкий апельсин, лаванда, амирис, ветивер, шалфей, мускатный, роза и ладан. Ну, я ничего по отдельности не ощущаю, в целом для меня это вынос мозга. Так, дальше, закончился крем для ног питательный, но вот больше не куплю, вот этот крем я больше не куплю, как крем он, ну, нормальный, но что с ароматами у этой линейки, я не знаю. Это вообще не то, что, не то, о чем я мечтала и хотела бы повторить. Закончилось сразу два бальзамчика для губ, ну, у меня по разным косметичкам лежат, соответственно, в разных местах все это заканчивается. Это бальзам Лето с SPF 10, ну, для Лето я его рекомендую хранить дома, никуда не на пляж с собой брать точно нельзя, не в сумочку, потому что он очень-очень жидкий. Не знаю, зачем так сделали, по идее, его куда и нужно брать на пляж, но я боюсь, что вы откроете, он оттуда струйкой вытечет, настолько он прям жидкий, он тает на губах, и он точно так же растает весь в упаковке. Вот этот бальзам мне прям очень-очень нравится. У нас есть два таких, один сиреневый, другой розовый. Я между ними разницы не вижу, пользуюсь с удовольствием себе. Вообще, бальзамы для губ по берлик мне очень нравятся. Так, ну, теперь в завершении. Два крема для глаз. Один я покупала в Турции у аптекаря. Он жирный, я его оставила на зиму, и как я с удовольствием им пользовалась. Я не знаю ни состава, ничего. Я просто, когда он мне дал его протестировать, я увидела, что он очень жирный, и я его купила. Я очень люблю жирные кремы вокруг глаз на зиму. Он у меня в холодильнике стоял с лета. Когда я его переместила, ну, он мне сказал, что они все натуральные. Когда я его переместила в косметичку из холодильника, то он через две недели начал менять запах. То есть натуральный состав все-таки не терпит жары. Его нужно быстро использовать. Ну, и мне его хватило, может быть, месяца на полтора, к большому сожалению, 15 миллилитров. Ну, вот я им с удовольствием пропользовалась. И закончился у меня еще подтягивающий крем для век. Крем тоже из Реноваш. И тоже могу рекомендовать. Я его использовала на дневное применение, на ночное более плотный крем. А этот все-таки он более мягкий. Ой, смотрите, еще тут чуть-чуть осталось. Он нежный. Может быть, ну, не гелевая, конечно, структура, но очень-очень нежный. Он даже как будто бы в водичку превращается. Приятный такой. И на запах, и на ощупь. Не оставляет никакого жирного блеска. Легко на него накладывается макияж. Если вы вот верхнее веко вот здесь по орбитальной кости этим кремом увлажнили, то прекрасно ляжет макияж. В общем, у меня никаких к нему претензий. Ну и вот что у меня закончилось. Тоже очень редко заканчиваются у меня ароматы. Это Юдашкин Голд. Я его купила тогда, когда он вышел. И допользовала его, между прочим, не на себя, а в помещении. Я ароматизировала помещение и кайфовала. От себя почему-то в последнее время у меня такого кайфа не было. Поэтому на себя я его не использовала. А вот в помещении, тут даже еще есть капелюшка. Он очень приятно пахнет. Он очень приятно пахнет. Это пудровый аромат с пудровыми нотами. И самое, на мой взгляд, правильное описание для этого аромата, он подойдет тем, кто устал от цветочных запахов. Здесь нет никаких прям фиалочек, розочек явно ощутимых. Здесь как раз композиция. Я даже сейчас вдруг начала ощущать какую-то схожесть с Шанель Шанса. Ну нет, конечно, они совершенно разные. Ну вот что-то, что-то прям напомнило мне. Возможно, старались как раз сделать такую композицию. А может, это у меня сочетание, кстати, а может, это у меня сочетание с Реноважем так работает, что смешалось два аромата и получилось нечто схожее. Но я этот аромат всегда всем рекомендую. У меня есть девчонки, которые из заказа в заказ делают покупки этого аромата. Ну, я уж, конечно, не каждый каталог, когда заканчивается, заканчивается быстро. Говорят, что мы пользуемся этим ароматом на постоянной основе. Все спрашивают, чем от тебя пахнет. Ну, потому что он нестандартный, он не похож на остальные. И я, конечно, вам его рекомендую. Покупайте. И пользуйтесь с удовольствием. Красивая упаковка. Стеклянный флакон. И здесь 60 или 65 миллилитров. Так, ну, на этом все. Я показала вам не так много все, что закончилось в феврале. Но я никогда ничего лишнего сюда не докладываю. Вот все, что заканчивается, то и показываю. Начинаю копить баночки марта. Ну, а все, кто чем-то заинтересовался, захотел купить, заказать, пожалуйста, проходите по ссылке под этим видео. Там будет для вас и скидка, и подарок. Я буду вашим персональным помощником. И могу сказать, да, это очень помогает. Когда у вас есть активный и знающий помощник, то это всегда играет в плюс. Поэтому выбирайте того человека, с кем вы вместе будете делать заказы, для того, чтобы потом не искать помощи где-то в комментариях под видео или в чатах среди каких-то знакомых. Найдите себе хорошего наставника, хорошего помощника, и он будет вам помогать во всем. Вы можете зарегистрироваться ко мне. На этом все. Я была рада видеть вас на моем канале. Большое спасибо за то, что посмотрели мое видео. Я надеюсь, вы останетесь здесь и далее. И вы знаете, никогда такого я не говорила, не просила, но поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось, если вам было полезно. Потому что сейчас в YouTube, когда полностью ограничена монетизация, и это больше не является фактором, который продвигает канал, единственное, что осталось, это ваши лайки. Поэтому, чтобы мой канал продвигался, вам это ничего не стоит. Это секундное дело. А мне будет приятно, что мои видео посмотрят еще больше людей, кому-то принесут пользу. Я буду рада видеть вас зрителями на моих следующих видео. С вами была Марина Соловьева. Увидимся. Всем пока.